всем привет значит что по поводу обзоров ну так получилось что я вышел на работу короче работаю просто вечернюю смену а днем реально сейчас как бы день сейчас перед работой можно сказать 2 часа дня и реально днем с огнем никого не сыщешь я не знаю почему так получается что люди когда работают то есть на буднях их просто не найти у них можно сказать дела нету но они просто дома сидят там кто-то в зал уходит и не знаю может быть реально у них часто то чтобы предоставить тачку просто нету причем 90 процентов людей таких которых реально себя дома перед работой часа два точно типа эго это отдохну перед работой это реально факт ну я не говорю про те кто ходит с утра допустим до постоянно работа именно работает по сменам там на сутки уход пожарка короче без разницы куда на зону ту же самую также там обычно все ходят люди перед работой париться что они устанут лишний раз тачку мне в аэропорт подогнать допустим на полчаса то есть если ты смотришь и я тебе говорю пригони тачку туда-то туда-то сразу и говорю полчаса времени максимум все это занимает ну ладно как бы просто есть большая пауза как раз прошла на неделе на выходных естественно будут тачки снимать вот на сегодня просто ситуация жизни так называемая ну просто чем обычно занимается молодые парни свободное время без вот этого дела да так сказать так вот смотрите у меня сейчас в руках этот сканер называется он ел он 327 оба d2 так вот вот этот сканер для чего нужно вообще то есть в каждой машине есть в принципе так называемые такие скрытые возможности дополнительные функции опции какие-то которые нужно подключить именно не то что там кнопку какую-то включить и провод кинуть кинуть куда-то именно уже перепрошивать и так называемый модуль я вот когда фолькваген пола снимал я рассказывал там примерно что такое коншина да из чего автомобиль состоит как это провода все кидаются такого модуля вкратце рассказал вам так вот как ими вообще можно пользоваться и как принципе их можно не то что надо урить допустим да как то вообще это делают на заводе или официальных дилеров но также как у нас пацаны все кулибины естественно могут состряпать все что угодно особенно китайцы вообще все что угодно могут придумать естественно мы можем сами все это сделать вообще естественно за это берут бабки реально как вы ну приезжаете допустим куда-то там в сервис я не знаю там просто люди прошивками занимаются автомобилей естественно у них как дополнительная опцию можно что-то сделать обычно стоит они знают там тысячи рублей там пить хатка вот так вот что что это такое значит значит вообще в каждой машине есть так называемый разъем да куда ты запихиваешь там диагностические кабеля также вот именно вот это принципе к этому относится то есть в моей машине он находится вот здесь вот он есть не находится то есть там разъем куда можно запихать эту фигню и уже с ней дальше работать допустим вот ford focus 2 опять же все это находится вот здесь вот здесь вот вот он да как бы обычно шевроле ланос я помню он там находим находится принципе это херня есть на каждой автомобиле ну естественно на современном я имею ввиду поэтому исходя из этих так называемых штекеров до куда мы сейчас будем залезать можно подключать так называемые эти дополнительные опции значит вот вообще в каждом в каждом автомобиле есть модули так называемые так вот если взять просто эту дверь да тут тоже есть ну как бы свой модуль так вот этот модуль отвечает допустим за все кнопки сразу то есть там центральный замок крошит все тупо кнопки да это отдельный модуль то бишь на него приходит отсюда два провода и отсюда есть уже распространяется как паутина на все эти кнопочки и здесь этот модуль управляется так вот если ты допустим хочешь поставить ну просто я не знаю там при открытии двери вот здесь на ford focus и внизу под под зеркалом ставится маленькая лампочка то есть и когда дверь открываешь у тебя типа зона ног освещается так вот в принципе там проводка уже как бы есть на многих автомобилях и когда ты ставишь лампочку нужно ее еще так называемым прошить то есть лампочку ставишь она у тебя не загорится и после того как ты заходишь в этот модуль через эту херню вот ты уже как бы просто перепрошиваешься от модуль и функция у тебя это появляется я не говорю там именно об это лампочки короче просто и на самом деле в каждой машине этих просто там десятки там всяких различные функции того они начинаются там запирание дверей там при превышении какой-то допустим скорости этом близнец свет фар там проводим я домой функция допустим функции разных миллион то есть здесь здесь противотуманки допустим на ford focus поставить то они будут гореть не донянуть и прохать то есть если я другую машину опять же да вот мою то есть ты стоишь противотуманки если у тебя в базе нету на ланстре 10 противотуманок но ты их поставил ты какие-то там провода протянул то нужно прошивать тачку после не так просто не загорятся у тебя естественно вот эта фигня помогает значит на окну на форуме ford focus 2 вся информация есть я этот сайт не рекламирую там ни разу жизни не был это все как бы просто рассказали так вот там человек ну люди просто занимается там который шарит именно в электронике они просто думают реально своя программа так вот с китая можно заказать эту ерунду допустим да то за то же самое 300 рублей здесь на продается за 1000 рублей эта фигня на форуме опять же там все разрисовано для чего-то эта кнопка нужна то есть высокая медленно там передача данных есть лампочки уже встроены идут в эту херню то есть если ты как бы ну с этим не знаком с вид с электроникой то есть ты не знаешь такой яндекс бар но он у тебя установлен то тебе конечно с этим лучше не сталкиваться вообще лучше не впариваться поэтому ехать допустим лучше сразу в сервис или просто ну напиши мне в личку реально и я тебя просто сведу с человеком который тебе сделает очень дешево сейчас пойдем подключим и посмотрим как это все будет выглядеть у нас из салона значит вот засунули шнекер ford focus 2 скажу сразу что сканер бывает такой же с вайфаем с блютуфом то есть если у вас android android телефон какой-то да то также вы можете скачать какое-то приложение и уже непосредственно вот это сканер подключать к телефону а не к ноутбуку как мы делаем то есть у наших ноутбук он быстро садится пришлось вот естественно просто через провод подключить гаражу так скажем , сейчас мы сядем заднее сидение и покажем вообще что выглядит из себя примерно вся вот эта тема значит сейчас сели на заднее сидение но посчиталось так удобнее сразу отмечу что зажигание мы включили на первое положение чтобы все здесь работало программа называется елунг конфиг то есть эта программа в свободном доступе находится на сайте но стать я уже говорил в принципе можно поискать и найти запускаем и выбираем значит здесь у нас есть выбор то есть мы можем выбрать форс фокус 2 си макс куга мандео си макс galaxy то есть эта программа не именно для нашего автомобиля который мы сейчас сидим можно поискать и на другие автомобили также программа абсолютно подойдет значит у нас сразу запрашивается вот адаптер оборудован переключателем мы да то есть я нажимал показывал кнопочки которые там были на самом сканере то есть там один и два положения так вот нам вот для этого и нужны этой кнопки то есть кнопками мы выбираем вот эти две то быть жирным шрифтом то что показано где стрелочка вот это две разные шины так называемые средней частоты и высокой правильно у нас установлена сейчас она среднюю сыну и с помощью этого мы можем прочитать показания гем-модуля здесь у нас просто данные автомобиля вот здесь вот мы тоже тоже прочитаем показания гем-модуля и здесь и выставлены параметры которые мы можем изменить вот времени работали омывателя фар там просто время работы театрального света также порог срабатывания блокировки центрального замка диапазоном от одного километра до двухсот пятидесяти можно выставить ну вот я надеюсь все видно читаем что можно изменить и практически можно подобраться к любой функции которые вы хотите сделать это касается не только те же самых пробегов не техни не пробегов а вот и наш сигнализации там центрального замка то есть грубо говоря вот если вы установили на если вы купили допустим автомобиль в минимальной комплектации как бы и у вас нету так называемых плюшек которые вы хотите дополнить ваш автомобиль то есть если вы ставите лобовое стекло с подогревом то естественно вы в принципе поставите да все у вас будет работать но для того чтобы он заработало вам нужно будет прошить модуля вот естественно через эту программу опять же ставите допустим климат-контроль если у вас просто кондиционер а вы ставите сюда климат-контроль и вы в принципе можете сюда запилить также поставить но опять же он вас они будут работать пока вот вы не активируете именно через эту программу то есть вот эта программа она разрабатывалась человеком который я так понимаю он не работает там где-то на заводе на ford focus то есть это человек просто умный там шарит виноваты электроники и он разработал именно вот это да как бы эту программу так вот смысл в том что именно эта программа может активировать до хрена всякие функции да вот на те автомобили которые перечислился и маг там galaxy именно три годов там допустим шесть семь восемь девять вот но самое самое что интересное то есть здесь нельзя скрутить пробег то есть человек просто не стал это сам делать он посчитал что это ненужным может быть он сам на этом бабки зарабатывать неизвестно где-то пробег скручивает на фокусе но мы можем сделать пробег больше то есть представляете в принципе вот через ноутбук можно пробег сделать больше на этом фокусе то есть если ты работаешь на ford focus где-то там начальника возишь я не знаю вот принципе ты его мотануть вперед можешь там если раньше допустим как на уазе как на этих буханках ездили там у меня знакомые они просто маленький такой этот движок электрический ставили на спидометр как бы этот на тросик спидометра и просто там мотали да его чтобы бензин допустим слить а пробег показать да допустим по путевкам где-то то действие делать надо здесь просто включаешь ноутбук все это увеличиваешь пробег и ничего как бы париться не надо то есть приходишь там в путевке у тебя столько-то допустим да у тебя пробег вот обензин у тебя как бы остался ты у себя забираешь в принципе я вот вам все показываем как бы не именно этот автомобиль да for focus я уже говорю что это можно делать абсолютно любой автомобиль то есть для этого что нужно то есть зайти просто прошерстить кучу формов найти вот именно какой нужен тебе сканер какая модель нужна тебе сканера допустим подойдет ли он к именно твоему автомобилю сканер есть я уже говорил bluetooth вай-фай вот нас через usb допустим да работает естественно скачиваешь программу опять же люди на этом бабки зарабатывают и у тех у кого программа и то есть она не в свободном доступе но есть на некоторые автомобили и просто как видите можно просто скачать там не на там торренте какого-нибудь может быть не проверено естественно может быть не все функции будут работать но в принципе это сделать можно это реально бабки люди зарабатывают то есть опять же прошить ключ на какой-то вы покупаете дополнительных просто функции там немерено опять же говорю вот запирание замков те же самые то есть обычно завода идет там 5-10 километров и набирайте скорости и центральный замок у вас срабатывает здесь можно поставить его на 250 то есть то есть машина столько не едет но поставить там можно то есть если вдруг вы ее разгоните до 250 то центральный замок у вас закроется реально это можно сделать поэтому ребят в принципе если вы хотите сделать серьезно напишите мне в личку да вот я в кировске живу как бы мы вам поможем ну там допустим с фордами тем самым это сто процентов я не говорю там про митсубиси допустим там куда другой там муд 3 там какой-то должен быть тоже люди на этом деньги зарабатывают все в интернете есть но никто вам правду как я вот сейчас не расскажет то есть я вам показываю как реально можно с китая заказать какую-то херню буквально перепаять там пару проводов закачивать программу просто нужно и сидеть и разбираться с этим естественно люди которые хотят какие-то плюшки все дополнительные сделать они не будут этим заниматься они просто подойдут сюда допустим к нам скажут давайте пятихатку дам сейчас он петлю плачу сделай мне там чтобы фары всю жизнь горели постоянно никогда не тухли но я примерно говорю любая то есть функция люди не будут заморачиваться париться там какие-то программы качать это все там на английском языке половину нужно просто реально будет сеть и внедряться естественно это мало кто занимается но вот человек именно вот хозяин этого автомобиля этим занялся то есть как получилось на самом деле это легко то есть когда вы не знаете с чем столкнетесь кажется что сложно на самом деле это все проще пареная репа реально я сижу просто галочки приходится ставить галочку поставил там допустим не знаю ну любой наличие передних датчиков удара там я имею ввиду допустим можно галочки ставить да просто отключить ремни безопасности то есть вы знаете что на некоторых автомобилях когда ты не пристегнутый постоянно сигналит некоторых машинах он проходит через минуту некоторых постоянно сигналит приходится покупать такие маленькие штучки заглушки так называемые они у него самого есть их стыкаешь как бы все вроде бы все все кул да но тут именно опять же через эту программу можно их отключить не отключается только звук и мерцание на приборке сами подушки продолжают работать вот в принципе да как бы это уже не то что заглушка та же самая это просто полезная опция допустим ешь галичники стоят опыта пристегнулся заглушку и высовывать уже не надо получается или допустим там ремень держать между ног пока ты проезжаешь вот такие полезные вещи все это делается говорю вот через ноутбук никаких особо способностей не надо и не требуется модуль шины кан шины короче ребят если вы не хотите в это внедрекция париться то вот просто следуйте вы ближайшим советом проходите скоро будем обзорчики запиливать я уже сказал что да там просто люди с которыми договаривался допустим какой-то определенный автомобиль просто не взяли трубку но бывает такое люди реально занятые я все прекрасно понимаю поэтому ну лучше просто чтобы понимали что я тачки беру него авто салоне то есть сами прекрасно понимаете что если бы я брал машину допустим в том же самом в салоне то менеджер бы просто не разрешил бы мне как-то отрицательно не говорить поэтому я беру так моя машинке просто у обычных людей там на улице у знакомого без разницы в принципе вот через интернет просто беру их естественно и рассказывают все то что думаю то есть мне там хозяин не стоит с палкой там ушей говорит там давай про мою тачку скажи что она вот такая суперская нет все не так поэтому я говорю говорю что ищу реально людей поэтому иногда получаются такие паузы потому что людей люди не то что кидают там просто 0 или занятые по ходу делать а может я один бездельник реально сейчас 2 часа дня я сижу время четверг я сижу бездельничаю в гаражах вот с ноутбуком сидим с камерой до снимаем естественно всем тоже работаем но время то у меня почему-то же есть правильно и так и у вас но есть вот и же сишу или смотришь есть у тебя получится иди помоги другу лучше я мою иди тачку на обзор лучше дай вот такие пацаны и пироги это просто ситуации жизни скоро я на свой лангстер 10 буду также менять подвеску тоже столкнулся с некоторыми проблемами с подвеской то есть опять же я заказывал через гдис и получилось так что в разное время заказал и пришли разного размера рычаги все это вам покажу все расскажу как все это буду разбираться там уже болты некоторые не пошли я уже посмотрел будем их спиливать болгарочка по ходу дела вот такие дела скоро обзоры новое видео все всем пока спасибо за просмотр